Несомненный плюс новшества – отличное качество картинки и количество каналов. С целью перехода в новую цифровую эпоху в регионе построено 37 объектов, способных покрыть сетью почти всю территорию республики. Вместо одного, двух, трех, пяти каналов аналогов вещаний телевизионных население получает пакеты с 20 бесплатных эфирных программ. Мы расширяем количество каналов телевизионных, которые будут находиться в эфире. Естественно, цифровое качество предоставляем населению. Это тот самый минимум, который государство гарантирует бесплатно всем гражданам Российской Федерации. На помощь к тем, кто не сможет самостоятельно справиться с настройками, придут волонтеры. Их по Мордовии больше тысячи. Министр отметил, при переходе на цифру освобождается важный государственный ресурс – эфирные частоты. Потом они будут использоваться для других технологий, к примеру, для спутниковой и сотовой связей. Важное пояснение абонентов, подключивших кабельное телевидение, изменения не коснутся. Что это означает для абонентов кабельного телевидения? Абсолютно ничего. Им не нужно ничего покупать, никакого дополнительного оборудования, никаких приставок. Потому что, чтобы смотреть кабельное телевидение, достаточно самого обыкновенного телевизора. Новые модели телевизоров продаются уже со встроенным приемником. А владельцам устаревших образцов, чтобы и дальше следить за героями любимых сериалов и узнавать о мировых и местных новостях, придется приобрести специальные приборы. У жителей Мордовской глубинки нет повода для беспокойства. Им цифровую приставку можно купить не только в торговых точках, но и в почтовых отделениях. Разветвленная сеть почтовых отделений позволяет обеспечить доставку цифровых приставок в самые отдаленные уголки республики. И население нашей республики имеет возможность получить, купить цифровую приставку в шаговой доступности рядом с домом. Мы предлагаем приставки в двух ценах. Это от 990 рублей, другая приставка 1160 рублей. Это приставки двух моделей. Кроме того, у нас в почтовых отделениях есть и антенны для приема цифрового телевидения. Свою миссию по реализации телеприставок Почта России начала в конце прошлого года. На сегодняшний день обладателями устройств для приема цифрового сигнала стали более 900 клиентов почтовых отделений. Но основной спрос все же ожидается на весну. Народ стал интересоваться уже в связи с тем, что, наверное, все-таки переходим на цифровое телевидение. И интересуется только ценой. Все, что входит, показывает ли с антенны, без антенны, какие функции. Цифровой сигнал по праву можно считать гарантией получения качественной картинки. С таким телевидением и о помехах можно забыть. В регионах помимо 20 федеральных каналов путем конкурсного отбора был определен один местный, который также бесплатно будет вещать на 21-й кнопке. В нашей республике это народное телевидение Мордовии. Ирина Пятина, Александр Гурьянов, Сергей Соколов. Народные новости.